Характеристики абердина, ангузской породы бычков. Среди всех пород бычков абердин ангузская отличается мясными свойствами. Животное быстро растет и превосходит сородичей высоким качеством мяса, значит и прибыль от ее содержания приходит быстрее. Об особенностях породы и специфике ее разведения пойдет речь в данной статье. Характеристика скота, врожденное отсутствие рогатости и черный цвет, главные признаки, по которым ангуса можно разглядеть издалека. Но есть еще и ряд других, которые выдадут натуральность и качество породы коров. Внешние черты скота, очень короткая шея и морда, мускулистость всего тела, ног, глубокая грудь, тонкая кожа, компактность особи. Из описания следует, что представители абердин ангузской породы коров достигают максимум 150 см в высоту в холке, длина туловища не больше 140 см, при таких формах вес быка превышает 850 кг, подросшая корова легче примерно на 200 кг. Положительные моменты, важно, при разведении крупного рогатого скота заводчик взвешивает все плюсы и минусы отдельного вида. Это дает возможность просчитать потери, риски, связанные с конкретными представителями КРС, немаловажным является и расчет вероятной прибыли. Есть несколько параметров, по которым стоит выбирать бычков породы ангуз, скороспелость. За полгода теленок наедает 180 кг, таким образом, в 2-м годам животное можно отправлять на убой, способность выдерживать весьма низкую температуру. Благодаря этому скот может находиться длительное время под открытым небом, при скрещивании молодняк получает мясные качества. Также потомству передается комолость, масса костей не превышает 18% от общего веса, миролюбивость. Абердин не проявляет агрессии, послушен, если не считать поведение бычков во время полового созревания. Отрицательные моменты, немного дегтя в бочку мясного и привлекательного бизнеса придется добавить, дабы отразить объективность картины. Есть некоторые особенности абердин-ангузской породы бычков, к которым стоит отнестись внимательно. Тогда удастся избежать некоторых ошибок при их разведении, быстрое превращение телят во взрослый скот приводит к скорому прекращению роста, отсюда появляется раннее ожирение. Поэтому перекармливать их не стоит, соблистость ног проявляется в недостатке строения, может возникнуть хромота, а лишний вес приводит даже к перелому ног. Кости у бычков тонкие, но голова слишком тяжелая и весомая, коровы данной породы дают мало молока. Все-таки акцент абердин делает на мясо, неприхотливость к климату компенсируется предпочтением к большим площадям, им нужно много места.